Еще раз подвести к нашему прекрасному художнику Радковский Владимир Янидовичу. Прекрасные работы, прекрасный художник. Хотелось бы рассказать о нем мастер масляной живописи. Его работы присущ сдержанный колорит и свобода мазка. Теплота пейзажа и его особая одохотворенность. Гармоничный по цвету и выразительный по форме. Хотела бы задать несколько вопросов нашему художнику. Как вот получается, вот такие вот работы, они все воздушные, наполненные солнечной энергией, теплые. Хотелось бы простить вас про ваши работы. Когда вы решили стать художником и почему? Когда у меня отец до войны в Бахмуте ходил в детскую художественную школу и рассказывал разные байки о том, как он учился, как он плакал над акварелями, а потом оказалось, что акварели были лучшими. И в принципе он не смог стать художником, он стал горным инженером, механиком шахты. Но когда приходили на собрания, он сидел, а я смотрел на эти работы, во снецова, на копии, потом прибегал домой, зарисовал. Ну, видимо, что-то было дано от него, мне. И я без этого бы жить не мог. Это состоялось непроизвольно или специально, но потом я стремился поступить в художественный. Ну, хотела вас на секундочку прервать. То, что рисовать вы начали с пяти лет. Это тоже, представьте себе, пять лет. Ну да, пять лет где-то я прибегал домой и зарисовывал этих богатырей. Ну вот расскажите, что вас отец привел, и вы смотрели на эту картину, которая вас вдохновила, эти три богатыря. Ну вот расскажите. Вот перед этой картиной такой полумрачный, значит, дыка. Это работа, это запах этих красок. Мне казалось, что это какой-то храм. И благоговение внутреннее, это, наверное, или от природы, от Бога. Что-то такое, наверное, было. Искра, которая ребенка, любого человека заставляет... Творить. Творить, да. Действовать. То ли занимается человек вышиванием, то ли он... Его увлекает техника. Это не важно чем. Если в него есть этот... Талант, который вот идет изнутри. Мотивация, как сейчас модное слово, мотивация, да? То есть если ему это хочется делать. Если для него подарок, это коробка акварельных красок или коробка пластилина, это счастье для него, это значит, он не просто так. Он к этому, значит, причастен, будем так говорить. Хотела спросить, какие ваши первые картины были? Есть ли, остались ли они у вас? Это альбом с вашими рисунками или вот что-то осталось? Есть альбом, где первая композиция карандашом сделала цветным. Это рыбаки там, палатка, костер, они сидят, автомобиль где-то там стоит. Это была первая, помню, композиция, насколько я помню. У меня в школе хвалили за то, что я хорошо рисую. И один из предметов был лучше рисование и физкультура. Это как самые любимые два предмета. Хотела бы спросить, вот самая интересная история у вас приключилась, вот когда вы писали портрет этой девочки. Вот хотела бы, чтобы вы рассказали о самом смешном вот этом случае, но он не смешной, а интересный. Вот расскажите про эту девочку, которая пришла к вам в таком прекрасном наряде. Ко мне обратились родители этой девочки на первом, в десятом году, был пленэр в Чугуеве, международный, ну вы знаете об этом. И ко мне обратились, чтобы написать портреты в украинском наряде. И мы были, я увидел, она была настолько трогательная, великолепная девочка. И вдруг, откуда ни возьмись в этой беседке, появилось множество художников, которые приехали из Киева, значит. И мы встали, буквально стоим, потому что... Локоть к локтю, да? Да, я думаю, вот это да. Меня попросили написать, и тут все сбежались тоже написать. Ну, в конце концов, купили мой портрет, а это уже повторение с того портрета, который был. Значит, меня заплатили родители, были счастливы там, потом приносят вдруг, значит, еще шампанское, пиво, значит, таранку и конфеты. Я вообще онемел, я не ожидал просто. Я это все сгребаю в кучу и несу своим коллегам, и мы устраиваем вечер по этому поводу, этого портрета. И такие моменты, как бы, запоминаются на всю жизнь, потому что в шляпке девочка, это тоже это... Вот, смотри, эта девочка уже старше. Еще выпустили момент, когда девочку выписали. Девочка сначала была очень рада, такая воодушевленная, сейчас и нарисует ее портрет. А оказывается, сидеть-то надо. И вот этой художник, которой стали стеной, еще жаркий день, и ей стало плохо. Запах красок, холсты вот эти вот. Художники стали вот так все. Над ребенком, десятилетним. Она просто не ожидала, что такое. Она не ожидала такого внимания, она не ожидала такого состояния. Ажиотаж такой вокруг нее. Боже, боже. Зачем мы тут издеваемся над дитиной? Бедным ребеночком. Доставляя ее позировать. А позировать это даже непросто, знаете. Еще когда жарко, июль месяц. В конце концов, все было хорошо. На следующий день продолжали это рисование свое. Ну, это уже позже. Она вот пришла к вам и был. Написан такой уже портрет, уже девушка в шляпе. Уже она старшего возраста. И я назвал эту картину «Девчина в Капелюсе». Ну, на украинском. Но нет портрета, когда она позировала мне в 16-м году в качестве балерины. Вот. Она в пачке сидела и в этих... Куантах. Куантах, да. И опять они родители за мной бегали и говорили. Вот наш ребенок хочет, чтобы вы написали еще в этом... В образе балерины. Эту работу я не привез, потому что она у них. Остались только фотографии. Вот такая история. Вроде бы простая, но... Опишите вашу любимую работу, картину. Что вы больше всего любите рисовать? Ваш, ну, какая из самых, вот, из ваших нарисованных, написанных картин, самая любимая? Ничего нет любимого. Он еще любимый. Если я вижу предметы на столе, мне хочется это изобразить. Если я вижу пейзаж, конечно, я езжу там на речку. Все там отдыхают. Я хвост, краски и пошел вдоль реки. Иду, иду, все. Этот поворот реки, это все. Это мне зацепило облака. Там рябь по воде пошла. Это дальний план, там коровы, где это все. Я, это мое. Я работаю. Почему? Почему это нужно делать? Потому что, когда ты сфотографировал, все. А когда ты стоишь рекой, живешь и видишь, как облака меняются в воде, как все это играет, ты это все проживаешь с рекой, ты пишешь натуры и ты ищешь самые для тебя интересные моменты. Когда ты просто сфотографировал, это просто репортажный момент. А когда ты живешь с рекой, когда ты стоишь, то ты создаешь нечто живое. Понимаете? Вот в моем понятии. Вот я привез фотографии из Крыма и смотрю на свой пиздец. Как бы я с фотографией такое написал? Ну просто, ну никакое. Просто. Ну лично для меня. Хотя многие художники спишут, чтобы не париться, будем так говорить, с фотографией. Я это не признаю. Ну как говорил Репин, фотографией можно пользоваться, но это в крайнем случае. Вот сколько времени на картину уходит? Да, как часто рисуете? Сколько времени тратится на картину? По-разному, наверное, да? Ну, мои картины пишутся недолго, потому что они в манере импрессионизма. Импрессионизм это впечатление, вы же знаете, да? Поймали впечатление, надо выразить его в костей. Вот эта церковь в Карпатах, это заснеженная. Давайте, подойдем сюда, проходите, пожалуйста. Мы только вышли, это, на западное прене, только мы вышли, чтобы написать, повалил снег. Мы убежали. Потом через два часа я опять прихожу на это место и дописываю. Выходят эти жители этого Закарпатского села. Ой, какие вы молодец, что в нашу старинную церкву пишете. Какие же вы молодец. Это как-то вот сопровождалось этим. Потому что у них там, я посмотрел, нету никаких заброшенных хат вообще. Нет у них забора там. Если там хата, то она там такая доглянута все. А вот, а в этот портрет я писал три сеанса. Это где-то около десяти часов. Эту работу написал там за четыре часа. Но это абсолютно по времени. Как говорят, работу художника судят не по времени, по умению. Понимаете? Вот как бы. Если ты пишешь проект бизнесмена, то она думает, это если он пишет, он должен писать очень долго. Еще хотела вот спросить. Я знаю, что вот вы оформляли интерьеры. Какие интерьеры, где эти интерьеры были? Вот что было оформлено именно вами? Вот какие проекты вы сделали? Ну, когда я закончил Харьковский институт, то было очень много работы, все знаете, по оформлению до девяностого года. В комбинате было у художника работы много по дизайну и оформлению. Тогда государство было заказчиком этого всего. Не частное лицо, а государство. То есть если завод государственный, он давал огромные деньги на оформление своего детского сада или на оформление дома юного техника. И мне только фотографии остались. Этих работ. Это все хорошо оценивалось. И я делал и проекты, и настенные росписи, и витражи. Но сейчас нет у нас... И у нас есть национальная идея, да? Но чтобы ее воплощать, на это не обращается внимание. Национальная идея по воспеванию коммунизма была. И она финансировалась государством. Ну, вы знаете об этом. И планшет были, и росписи, и витражи, и интерьер, и все. И закупка картин. Но была как бы более активная все это было. Сейчас художники остались за бортом жизни вообще. Если ты занимаешься чистым искусством, то практически ты выживаешь просто. Если ты занимаешься дизайном или чем-то, ты занимаешься росписью горшков, чего-то, это может приносить доход, конечно. А если ты занимаешься чистым искусством, то ты ангел, живешь святым духом. Но бывает заказывают портреты мне, бывают случаи, и картины покупают. Ну, давайте пройдем ближе сюда. Следующим работаем. Заказывают в храмах какие-то. Вот за счет этого, получается, уроки дают до рисования. Вот за счет этого мы... Интересная работа. Вот посмотрите, прекрасное, красивое море. Оно прям... Картина дышит морем. От него прям веет морским духом. Вот посмотрите, и прописано море. И вот необычные такие морские. Я хотела бы узнать, как создавалась эта картина. Они тоже очень интересно рассказывали. В общем, я попал в Гурзу в 13-м году. Дом творчества, а не Коровина, есть там такой. И я ходил один, значит, группа не приехала. И еще был один художник. Но он со мной вместе не хотел работать по каким-то причинам. Вот с кем-то там еще приехал. И мы жили в разных корпусах. Мы встречались только когда, во время обеда. И однажды он говорит, пошли, я тебе покажу интересное место. Нужно залезть на скалу, потом на канате спуститься там. И сверху ты увидишь интересную панораму. Вот я спустился с этими красками по этому канату, значит, зашел на такую вот эту площадку. И был поражен, конечно, этим видом, этим ветром, этим цветом, который не оставили равнодушным. И вот в течение нескольких часов... Волосок данного года? Да, конечно. Ну, эмоции... Ну, вот еще хотела спросить. А прежде чем рисовать, есть какие-то ритуалы? Там, послушать музыку? Или вот, ну, там, выпить кофе? Или чашечку чая? Нет, ну, конечно, в мастерскую, если хорошая музыка, то это... Музыка вдохновляет. Настройка, да. Если кто-то там стучит где-то на потолке, или звенит посуда, конечно, это отвлекает. А вот когда хорошая музыка, конечно, это... А вот, смотрите, предпочитаете работать в одиночку? Или вот так на плеймере, когда много художников? Вот и что вас, вот как вас больше вдохновляет? Как лучше? Одному или вот в обществе? По-разному. В основном, когда на плеймере, мы в группе, конечно, работаем. Но больше в одиночку, больше. Больше нравится в одиночку? Именно когда пишешь. Когда общаешься после этого, конечно, в группе работаешь. Бывает всякое. Но я бы сказал, что это... Когда-то... А вот работа. Вон там, медленно. Вторая слева, а это стоял я, играл джастон, вышли эти с ресторана официанты, стояли за моей спиной. И я писал лодки вот эти вот, гурзуки. И музыка меня как бы... Вдохновила. Она мне, наоборот, помогла. Я даже не стал обращать внимание настоящих этих официантов, которые смотрели. На весь процесс. А вот вопрос такой. Где вы берете, вот как находите, или они сами вас находят, вот эти персонажи, которые нарисованы, вот персонажи вот этих портретов. Где вот, как вот девочку привели, а дальше вот женщину. Как вообще вот идет создание портрета? Может, я даже, когда смотрю на вас, я уже это... Решили. Персонажи, они вот они, вот они стоят. Ты просто это не можешь охватить или оплатить. А если бывает то, что не нравится, пишешь, вроде как тебе не очень это нравится. В процессе работы, как говорится, появляется, как вы говорите, вдохновение. И потом все. Эти морские персажи тоже были нарисованы с натурой у вас? Да. Мне поразило Бирюзовое море, вот этот цвет его. Это был конец мая, Гуржуф. И яркие вспышки солнца на скалах. Ну, естественно, кипарисы тоже. Но это буквально с балкона, где мы принимали там еду. Огромный балкон. Все такое добротное там в этом Бирюзове, этот дом творчества. Еще при СССР был построен. А вот это рыбаки на Азове. А, вот это смешная история. Когда я стал... Это, этот, Бердянск. Мы приехали на эту косу и стояли рыбаки. Я решил это запечатлить. Но потом у рыбаков начался клев. Этот пеленгас подошел. И они только успевали их вытаскивать. Я думаю, или рисовать, или смотреть. Но то, как они вытаскивают пеленгасов. И причем они не успевали вытаскивать просто их. Вот это впервые... Да. Впервые такая рыбалка. Ну, когда пришел, мне не понравился этот тюрд. Думаю, ты что-то разбелил там. А потом, знаете, ребята, ты что? Он у тебя такой, да, интересный. Да, да. Когда я приехал с ним в пейзаж, жена мне сказала, только ради этой работы правильно, что ты приехал в Бердянск. Это тоже была группа творческая. Были выходы из Харькова, с Мариуполя были, с Николаева. Ну, интересно все это. Общение там вечером. А Карпатская речка, это вы тоже были в Карпатове? Это одновременно... Это одновременно написание... Это река Ужок, село Ужок на польской границе, откуда начинается река в Ужгороде. Ужгород это тоже в честь реки. Тут она начинается с ручья. Она такая немножко... Училась... Посмотрена. Что интересно, запомнил я... И камни это поняли, да? Да, это река Ужок. В Карпатах она начинается, как... Здесь немножко снега осталось. И... Интересно. Это тоже Бердьян. Ну, в общем-то, наверное, все. Да давайте еще вопросов парочку. Что бы вы посоветовали делать или не делать, писать или не писать молодому художнику? Вот, вот... Что бы вы посоветовали молодому художнику? С чего начинать? Или вот как писать? Ну, когда у Микеланджело спросили, как научиться рисовать, он просто сказал, а вы рисуете. А потом ты встаешь и думаешь, а я сейчас такое на туда бью. У меня все получится. У меня там композиция там тоже. Беляхаты там сидят, две украинки, освещенное солнце. Но это пока не получается. Ну, и... Ну, и... Ну, и получилось. Спасибо вам большое за ваш приезд, за ваши работы. И вам спасибо. Мы желаем вас... Мам, ты какой-то... Ань, еще вот так... Это влюбленные, да? Это живые или неживые люди? Среди листьев. Живые. Это персонаж... Наши ожидания. Художник. Среди листьев. Это просто лирическая работа. Они, видимо, влюбленные. Он хочет дотронуться до ее руки. И осень их просто... Им захотелось просто упасть... Окунуться в осень. В листву, да, в этой осень. Окунулись они. Но... Как я передал, дошло ли это к зрителю, нет? Просто, когда... Я в Славянске хотел ее выставить, и все сказали, что это интересная работа. Директор сказал, да вы что? Они же, по-моему... Как раз война только-только... Ушли эти... Злорода, все это ушло. Они же, наверное, убитые лежат. И поэтому... Вот это сказал директор. Директор сказал. Она как инистратор, как бы, ей это все... Она смотрит, видит по-другому. Настроение народа какое осталось после этих событий, понимаете? И, может, она увидела эту связь. Ну, связи никакой нет с убитым. Они живы. Все в порядке, все прекрасно. Просто нету... Окунулись в эту осень, в эту листу. Ну, желаем вам творческих успехов. Спасибо. Дохновения. Дохновения. Новых картин. Спасибо вам большое. Спасибо. Если бы не вы, я бы это все не выставил. И с вами бы не пообщался. Спасибо. Спасибо.